Что у нас сегодня, агенда? Две такие большие темы. Первая будет это поддержка различных размеров экранов телефона, работа с ресурсами и локализация темы и стилей и юнит-тесты, или автоматическое на самом деле тестирование более правильно будет. В принципе достаточно важные и полезные темы. Давайте начнем, собственно, с ресурсов. Такая красивая картинка. Тут демонстрируется примерное состояние рынка Android-устройств. Как видите, число разных форматов экранов достаточно велико сейчас, и все их надо поддерживать. То есть ваше приложение, которое вы создаете для Android, оно, в принципе, должно одинаково хорошо работать на различных типах экранов. Это достаточно важно. И, собственно, для того, чтобы приложение ваше было популярно, оно в том числе должно выглядеть хорошо именно везде, и на планшетах, и на смартфонах. Как вы знаете, сейчас тоже бывает от 3-х дюймов экранов до 6-ти, то есть сильно отличается. Какие термины мы будем сегодня использовать при обсуждении различных экранов? Это размер экрана, то есть физический его размер, плотность экрана, screen density, то есть точек на дюйм сколько, ориентация, портретная, landscape, разрешение, и density independent pixel. Это специальный термин в Android-мире, называется как бы независимый пиксель. Независимый он к разрешению. Почему вообще так получилось, для чего нужны все эти термины и как они связаны с размером экранов? Значит, смотрите. Android, как операционная система, различает экраны по двум типам. Во-первых, по их размеру, а во-вторых, по плотности пикселей на дюйм. То есть разрешение не столь важно в мире Android-устройств, потому что первый параметр – это размер экрана. Как вы видите, их есть там четыре штуки, small, normal, large, x-large, и они зависят, как вы видите, вот от этих независимых пикселей. В дальнейшем DP – это вот этот density independent pixel. И тут приведены примерные размеры, начиная с каких, соответственно, определяется вот этот экран. Вот здесь примерно, как вы видите, разбивка. То есть если у нас где-то от двух до четырех дюймов экран, то это может быть и small, и уже normal. Сюда же уже попадают large-экраны, которые где-то там начинаются от пяти до семи. И потом x-large – это обычно планшеты какие-то там 8-10 дюймов. Вот. И тут приводится, соответственно, вот эта вот плотность, да, соответственно, пикселей. И, соответственно, бывает там low DPI, mDPI, это medium DPI, high DPI, x-high DPI, а сейчас их на самом деле еще гораздо больше. XXHDPI и 3XHDPI, там, extra-extra high. И тут приведены, как видите, размеры. Да, вот эти 120, 160, 240, 320, 408. Как такое получается, да? Ну, вы знаете, что сейчас многие рассказывают, вот у этого телефона там Full HD экран. Да, это значит, у него разрешение там 1920 на 1080. Но от того, насколько он маленький или большой, этот экран, соответственно, туда этих пикселей умещается очень плотненько, да, либо разряжено. Из-за этого получается вот этот термин «плотность пикселей». Соответственно, чем плотность выше, то есть вот этот показатель DPI, тем качество изображения лучше на экране, да, более четкое получается. Чем ниже, тем, соответственно, хуже. То есть вы видите уже огрехи изображений, пикселей, так называемую, маленькую сеточку. Обычно это заметно на планшетах, у которых невысокое разрешение. Например, по сей день вполне встречаются планшеты с разрешением 1024 на 768 и размер экрана где-то, например, 8 или иногда даже 10 дюймов. Для такого экрана это уже достаточно низкое разрешение, и DPI там будет достаточно низкий, типа в районе вот там где-нибудь там 160-240. Как говорят ученые, что наш глаз способен различать пикселей до 300 DPI. Обычно свыше не различают, то есть нам уже кажется, что это идеально ровные там линии и так далее. На самом деле все зависит от структуры глаза и человека, но в целом это примерно так и есть. И как показывает практика, вот экраны с таким очень высоким разрешением, то есть с такой высокой плотностью, они особо сильно не нужны. То есть это маркетинговый ход. Если вы посмотрите, хороший экран с разрешением, например, Full HD и разрешением там 2150, по-моему, там на 1440, они не сильно отличаются. Вы можете увидеть отличия только в структуре самой матрицы, да, потому что разные компании-производители экранов, они по-разному, собственно, формируют эти пиксели. Иногда там соседние пиксели переиспользуются, это называется Pentile, вот как у Самсунга, например. И тогда вы можете, например, увидеть ту самую сеточку, если очень сильно присматриваться. Но в целом ситуация примерно такая. Огромное число разрешений, огромное число вот этих плотностей, и как-то в этом мире надо жить. Именно поэтому Google ввел вот этот вот параметр Density Independent Pixel. То есть это такой пиксель, который как бы не зависит от размера экрана. Сейчас попробуем разобраться, как так получается. Значит, смотрите, вообще какие бывают вот эти термины в Android мире, с которыми вы можете работать. Во-первых, можно задавать какие-то размеры ваших компонент даже в дюймах, инчах, но это не популярный формат. И миллиметры то же самое. То есть сколько как бы реальный размер получается в жизни, такой он примерно будет и на экране, на независимости от того, какое там разрешение. То есть Android будет увеличивать, уменьшать размер. Пиксель – это, соответственно, четкое определение в пикселе. Вы указываете размер, например, изображения 100 на 100 пикселей, и оно будет именно такое. Соответственно, в зависимости от плотности пикселей на экране изображение будет или крупнее, или меньше. ПТ – это, соответственно, поинт. Используется там, это 1,72 дюйма, в основном для шрифтов, но сейчас на этом лучше не использовать. Самые ходовые – это SP и DP. Значит, DP – это Density Independent, он независим. То есть если вы указываете, что размер, скажем, в вашей картинке 64 на 64 DP, то вот как он у вас выглядит на окном экране, примерно такого же размера он будет выглядеть на другом. Соответственно, Android определяет плотность экрана, и в зависимости от этого, соответственно, изображение либо увеличивает, либо уменьшает. А SP-параметр Scale Independent, он еще учитывает параметр масштаба. В андроидах можно задавать размер шрифта в настройках, и в зависимости от этого, соответственно, вот этот вот параметр также будет увеличиваться или уменьшаться. Это очень важно, потому что некоторые разработчики при указании размера шрифтов используют вот этот параметр DP. Кажется, да, это логичным. То есть вы указываете, например, 14 DP размер шрифта, и он действительно варьируется от, соответственно, размера и разрешения экрана. Но забывают, соответственно, о том, что пользователь может еще настроить размер шрифта. То есть человек, если видит плохо, он хочет поставить себе шрифт покрупнее, и тут хоп, в вашем приложении шрифт не увеличивается. Это потому что вы использовали DP вместо SP. Соответственно, надо просто здесь запомнить, когда вы работаете с размеров UI-компонент, то есть кнопки, изображения, вы используете параметр DP. Если вы работаете с текстом, то вы используете SP, потому что на него могут влиять параметры масштабирования. Для чего вообще все это как бы надо, и как этим можно пользоваться? Дело в том, что в Android очень хитро устроена система ресурсов. Вы уже как бы с ней немножко знакомы. Сейчас я покажу такую вот интересную картинку. Смотрите. Вот здесь в одном приложении директория REST, то есть ресурсы. Как видите, здесь много поддиректорий, и многие из них начинают свое название примерно одинаково. Например, drawable и values. В конце каждого, соответственно, из этих типов есть определенный идентификатор, да, или квалификатор, как его называют. Вот этот вот параметр, он на самом деле может указывать различные настройки устройства, грубо говоря, на которые вы можете опираться. И это очень удобно. Например, если вы делаете свое приложение, которое работает на многих устройствах, и хотите, соответственно, размещать на кнопочках какие-то картинки, либо еще где-то, и хотите, чтобы, соответственно, эти картинки везде одинаково выглядели, перед какой проблемой вы встаете? Если вы помещаете всего одно изображение в директорию drawable, например, то что будет делать Android? Android будет честно скалировать это изображение. То есть он будет добиваться того, чтобы, соответственно, изображение по размеру на всех экранах выглядело одинаково, а для этого где-то ему на планшете, например, надо изображение растянуть, а на маленьком телефоне его, наоборот, сжать. И, соответственно, если у вас картинка не очень высокого разрешения, у вас могут появиться артефакты, то есть изображение будет выглядеть криво. Соответственно, вы понимаете, что вам, наверное, надо нарисовать разные изображения под разные типы экранов. И тут как раз помогают вам вот эти квалификаторы. Как уже показывалось на предыдущем слайде, вот эти вот HDPI, MDPI, их можно использовать, вот эти плотности, в качестве квалификаторов. То есть вы у Drawable указываете, например, MDPI, то есть что вот эти изображения будут на экранах со средней плотностью, да, использоваться. HDPI на, соответственно, High Density и так далее, вплоть до вот этого XXX HDPI. Для каждого из этих, как бы, плотностей экрана художник, соответственно, дизайнер вашей компании рисует вам изображение, да, он сам его скалирует, там добивается того, чтобы оно было нормальных размеров и качественно выглядело, и вы кладете, соответственно, в каждую из этих директорий. И Android будет выбирать наиболее подходящее под данную плотность экрана изображение и его использовать. Также у вас есть еще вот директория values или layout, например. И здесь вы можете, как видите, использовать другие квалификаторы. Например, это языки. То есть ваше приложение, скорее всего, вы будете распространять по всему миру. И, скорее всего, оно будет, соответственно, издаваться не только на русском и английском языке, но и на каких-то дополнительных языках, как минимум, там, самых популярных. И для того, чтобы вам как-то ручками не вставлять условия проверки языков, да, в вашем приложении, опять же, в Android очень удобно решена эта проблема. В качестве квалификаторов могут сокращения языков быть, да, там, DE, там, для немецкого, наверное, и AR для какого-нибудь арабского языка, PT – это, там, португальский. Их есть два типа. Есть бразильская, например, да, там, на речи, и португальская. Они, как видите, немножко отличаются по написанию. И, соответственно, туда вы кладете тот же самый файл strings.xml, что и в обычную директорию values, переводите все на язык этой локали, и Android автоматически будет использовать нужные ресурсы в зависимости от того, как пользователь настроил локаль в своем телефоне. Если он выбрал, там, арабский язык, у него будет, соответственно, выбираться отсюда. Вот. Но есть еще вот такой вот хитрый параметр, SV-600DP, как видите, SV-700DP, и он почему-то тоже относится к values. Это, грубо говоря, минимальная ширина такой параметр, да, и она, опять же, указывается, как видите, в DP. Так получилось, что где-то, наверное, от 720DP и выше, да, минимальная ширина – это, соответственно, ширина самой большой стороны устройства. Про это надо не забывать, да, что у вас есть landscape и портрет, и учитывается ширина не которая у вас, вот телефон, да, в таком портрете, а вот если его повернуть на бок. Значит, 720 и выше – это обычно планшет. То есть вот у них, соответственно, DPI обычно отсюда начинается. И если вам, например, надо задать какие-то размеры элементов на планшете, у вас отличные от телефона, да, кнопки побольше, например, то, соответственно, вы можете спокойно использовать вот эту директорию. Еще очень хорошо такой есть хак – помещать в values какой-то, например, булевый параметр из таблет, например, потому что в андроиде, ну, нету как бы средства в рантайме прямого определения у вас телефон или планшет, нету такой функции API. Что вы можете делать? Вы берете булевый параметр, помещаете в values, который, например, sv600DP, вы его назначаете типа из таблет false, а вот в этой директории из таблет true. И когда вы из ресурсов вычитаете этот параметр, да, соответственно, вам вернется именно тот нужный параметр. Вот. Такой вот хак его часто используют разработчики. И еще есть один квалификатор, как вы видите, V21. Он указывает для обозначения минимальной API. То есть если у вас андроид с API младше V21, у вас будут использоваться какие-нибудь из этих drawball. А если, соответственно, V21 и выше, то будут использоваться отсюда. И, соответственно, то же самое для values. Для чего это надо? Бывает такое, что вот мы как раз будем сегодня про темы и стили говорить, на которые вы можете опираться на базовые темы и стили. Они доступны только начиная с какого-то Android API, да, то есть на младших версиях не доступны. Соответственно, вы просто свои темы и стили делаете разными для версии, скажем, до версии V21 и после нее, соответственно, это тоже удобно. То есть, как видите, список вот этих ресурсов, он может быть очень большим, но именно как бы вот эти все параметры облегчают вам жизнь на разных экранах, разных локалях, и, в принципе, жизнь ваша не так сложна. Значит, смотрите, какие вообще бывают вот эти квалификаторы. Можно опираться на размер экрана, то есть можно указывать там тире small, normal, large, x-large, и, соответственно, будет в зависимости от размера экрана. Можно опираться вот на вот эту плотность, LDPI, MDPI и так далее. На ориентацию экрана, landscape, portrait, даже есть square, хотя таких экранов, по-моему, так и не было в истории андроида, но они как бы на это заложились. Соотношение сторон, да, там long, not long, соответственно, какая из сторон. Задана минимальная ширина, вот это, как я уже про него говорил, и доступная ширина, и доступная высота. То есть, соответственно, фактически максимальные параметры по ширине и по высоте, которые можно... Ну, они редко используются. Обычно вот этот вот, sv, минимальный. И обычно упирается на плотность пикселей. Теперь смотрите, как это примерно выглядит. Значит, есть medium DPI, base DPI, как-то, да, вот он. Это базовый DPI в андроиде, да, то есть так сложилось, что андроид считает, что medium density – это такое соотношение один к одному. То есть, грубо говоря, сколько пикселей у вас изображения, такой же, как бы, размер будет и в этих независимых пикселей. То есть, если 48 на 48, то и в DP будет тоже 48 на 48. И это, грубо говоря, отправная точка. Потом у вас уже идет, соответственно, high density – это размер вот этих пикселей умножается на полтора, потом, соответственно, на 2, на 3 и на 4. А если low DPI, то наоборот, как бы, умножается на 0,75. То есть, и вот здесь приведен размер. Если у вас сравнивать размер ваших, как бы, элементов или изображений на экране, то вот MDPI – это, как бы, base у вас. И вот, соответственно, HDPI уже больше, XDPI, соответственно, еще больше. Это, в принципе, важно для вашего дизайнера, когда он будет отрисовывать вот эти самые картинки. Потому что дизайнер не очень хорошо понимает, что у вас там за какие-то независимые пиксели, как вы с ними живете. Его интересуют, собственно, реальные пиксели, которые он рисует у себя в мониторе, и ему надо знать их размер. Все современные, соответственно, дизайнеры уже знают, как соотносятся вот эти стороны, и они сначала отрисуют вам какую-нибудь иконку, например, в MDPI, а потом будут, соответственно, ее как-то там скалировать в плюс либо в минус. Это все, в принципе, неплохо и практически решает большинство проблем, но появляется другая проблема. Как видите, вот этих вот, во-первых, квалификаторов аж 6 штук, и если вы будете рисовать изображение под каждое из них, то вам уже вместо одной картинки надо нарисовать 6. А другая проблема, то что вот это изображение, там, 192 на 192, ну вот в 4 раза больше, чем medium, то есть существенно больше. И, соответственно, размер в мегабайтах или в килобайтах этого изображения тоже больше. За счет такого большого числа вот этих картинок очень сильно увеличивается размер приложений. Это, на самом деле, существенная такая проблема, с которой как-то Google пытался бороться, и на самом деле нашли решение проблем. Значит, смотрите. Начиная с Android 5.0 и 5.21, появилась такая штука, называется Vector Drawable. Это векторные изображения. Если вы не знаете, что это такое, да, то у нас есть растровое изображение, когда у вас, грубо говоря, в файле хранится, ну, где какой пиксель у вас находится, да, и обычно еще палитра, например, отдельно, то есть какого цвета этот пиксель. А есть векторное изображение, где у вас заданы фактически только координаты, то есть начало вектора и, соответственно, куда он там направлен. И за счет этого размер файлов, конечно же, существенно уменьшается. Это раз. А во-вторых, не надо рисовать под каждое разрешение. Художник рисует только один размер, а дальше Android все это растягивает под нужные размеры. Из недостатков то, что, конечно, вот растрирование на лету вот этих векторов, оно, ну, как бы нагружает процессор. То есть это гораздо более дорогая операция, чем вам просто битмап кинуть на экран. То есть, но современные процессоры в телефонах вполне справляются с этой задачей, никаких тут сложностей нет, и, в принципе, векторные изображения сейчас работают достаточно быстро. Еще другая проблема то, что, как вы понимаете, из них можно рисовать в основном примитивы, то есть какие-то стрелочки, там, квадратики и так далее. В принципе, современные интерфейсы именно простые такие, да, то есть они используют какие-то простые схематичные изображения. Вы вряд ли можете встретить сложные, там, градиенты и так далее. Вот, и большинство изображений в вашем приложении может быть именно векторных. Но бывает, конечно, ситуация, когда вам надо именно какую-то картинку отобразить. Для этого, конечно же, придется ее отрисовать отдельно. Еще в свое время в Android использовался 9-патч PNG. Это специальный такой формат PNG-файлов, где вы могли наметить специальные области, которые можно масштабировать без потери качества. Да, если у вас там какой-то узор хранился, и вы видите, что вот эту часть можно спокойно растянуть и ничего не... Да, то есть там просто прямая линия, например. То вы указывали это, и это серьезно экономило место, потому что тогда изображение могло быть маленьким, и при растяжении, соответственно, не было потери качества. Но сейчас уже особо не используется оно. В принципе, это было популярно во времена кнопок с градиентом. Это еще там, наверное, Android 2X, соответственно, тогда это использовалось. Можно было нарисовать такую маленькую полосочку, которая потом легко масштабировалась. Но сейчас я вам настоятельно рекомендую использовать вектор DrawBalls, потому что помимо того, что они доступны в API 21, они еще появились в AppCompact, то есть в библиотеке совместимости. И в принципе, работает также и на Android 4 и выше. Все, что для этого надо, это в настройках Gradle в вашем файле, в секции Default Config добавить вот такую секцию, Vector DrawBall useSupportLibrary true, то есть использовать их из SupportLibrary. В Dependency, соответственно, не забываем подключить AppCompact, но она обычно у вас там включена по умолчанию. И есть еще такая хитрый как бы шаг. Это куда-то в своем коде, обычно это выступает MainActivity какой-то класс, в секцию Static добавить вот такую вот строчку AppCompactDelegate setCompactVectorFromResourceEnableTrue. Если вот эту строчку не вызвать, то иногда они криво отображаются, криво работают на некоторых версиях Android, и про вот это надо не забывать. Значит, если вы не знаете про секцию Static в Java, то в ней объявлены какие-то параметры, они инициализируются во время загрузки класса, ну как любые статические переменные, то есть где-то в самом запуске приложения. Это облегчит. Как вообще вот эти векторные изображения добавлять? Смотрите, в Android Studio, если вот зайти в меню File и там где-то New секцию, то вот появляется такой вот пункт, называется Vector Asset. Соответственно, в этом меню вы можете выбрать Asset, либо Material Icon, то есть там есть изначальная коллекция, да, вместе с Android Studio идет, вместе с Android SDK есть определенная коллекция иконок, которые в принципе там может удовлетворить большинство разработчиков. Там есть всякие изображения редактирования, там файлов и так далее. Самые вот популярные. Но если вдруг у вас какое-то свое изображение, которое нарисовал ваш дизайнер, скорее всего он даст вам вот в формате SVG, называется. Вы тогда ставите вот сюда Radio Button, что это SVG, указываете тогда там имя файла, соответственно файл, и, соответственно, имя, который будет сгенерирован в файл после конвертации. Вот. Все, там все просто, дальше вы кликаете Next, у вас в папке Drawable создается файлик с расширением XML, по своему формату он очень похож на SVG, вот. В принципе, вы можете генерировать вот эти XML-файлы вообще вручную, если вы возьмете просто один раз, посмотрите, чем они отличаются, и у SVG там просто шапку удаляете, просто кладете его и переименовываете в XML, все. Вот. И все нормально, все замечательно работает. В общем, я вам рекомендую настоятельно стараться использовать вот эти векторные изображения. Это существенно сэкономит вам использование, соответственно, места, как на диске, так и в оперативной памяти, и жизнь будет ваша проще. Соответственно, тут вот приведен список, как же все-таки поддерживать вот этот вот список множества разрешений. Значит, смотрите, во-первых, не забываем, что у нас есть layout, да. У layout есть фрагменты, про фрагменты мы уже говорили. Нормальная практика, соответственно, вы что делаете в layout, указываете какой-нибудь там frame layout, и при запуске определяете, планшет это или телефон, и используете либо один, либо два фрагмента сразу на экране. Да, про это уже говорили, это один из способов. Также можно, соответственно, использовать квалификатор, например, landscape, да, или вообще использовать одни из квалификаторов вот этих плотностей, если вдруг у вас действительно так произошло, что у вас какой-то очень хитрый layout, и вам действительно на разных экранах, на маленьких и на больших, надо, ну, как-то вот по-разному распределять элементы, вы можете сделать кастомный layout для каждого из этих разрешений, ну, или каждой плотности. Но не забывайте, что на самом деле такой подход, он достаточно сложен, потому что вы, как разработчик, когда вам потом придется layout переделывать, а это рано или поздно произойдет, можете забыть в одной из этих поддиректорий, и, соответственно, layout поменять, да, вам надо всегда следить, что у вас совпадают элементы и там, и там, в общем, не самый лучший способ, лучше постарайтесь сделать так, чтобы ваш layout хорошо тянулся для разных экранов, да, и везде одинаково отображался. Значит, используйте разные картинки, про это я уже сказал, да, соответственно, просто тут ваша задача отрисовать под разные типы экранов. Лучше вместо этого постараться использовать вектор Drawables. Проверяйте на типичных разрешениях. В Android Studio, я потом позже покажу пример, да, вы прямо при создании layout можете сразу предварительно смотреть на разных экранах, как у вас layout выглядит. Это очень удобно и облегчает вам, соответственно, понимание того, как выглядит потом ваш интерфейс на разных экранах. Надо про это не забывать, потому что некоторые разработчики про это забывают, делают, вроде все нормально, потом им приносят устройство, и там все выглядит ужасно, именно из-за того, что забыли в свое время просто проверить. Не забывайте так, что в Android можно создавать эмуляторы на каждой версии практически Android API с разным размером экрана, и это очень облегчит вам жизнь при тестировании ваших интерфейсов. Не забывайте, что используем SP только для текста, а DP только для элементов, да, потому что если вы SP, например, параметры начнете на кнопках каких-нибудь использовать, понимаете, от размера, да, которые шрифты изменили, у вас и кнопка увеличится, человек просто не поймет, что произошло. Не используйте absolute loyal. Про него как-то давно упоминали в одной из первых лекций, да, что на самом деле он сейчас deprecated, потому что там надо было все в пикселях указывать, и, собственно, как то и не майте, такой лейаут будет выглядеть более-менее приемлемо только на одном экране. Соответственно, не используйте PX параметр нигде, где вы будете в своих лейаутах что-то определять, пиксели не используйте, потому что, соответственно, это будет по-разному выглядеть на разных экранах. Ну и, соответственно, используйте ресурсы под размер экрана, то есть если у вас что-то отличается на разных экранах, надо создать отдельный квалификатор и, соответственно, его заполнить. Теперь, что касается локализации. Ну, в принципе, уже про это говорили, что надо не забывать, что языков очень много, рано или поздно вам придется добавлять поддержку какого-нибудь еще языка в ваше приложение, лучше сразу быть к этому готовим, то есть не хардкодить нигде текст внутри, соответственно, вашего кода, использовать строки только из ресурсов, хранить, соответственно, их в каждом из своих квалификаций. И не забываем про вот этот вот параметр, поддержка RTL, да, то есть вот в арабском мире ваше приложение будет вот так, да, это настройки, как видите, иконка справа, они слева, тексты, и все здесь, все иконки тоже справа, то есть полностью все зеркально отображается. Чтобы ваше приложение корректно работало вот на таких локалях, надо не забывать, чтобы флажок вот этот суппорт RTL стоял в true, да, соответственно, false, его не надо ставить. Если вы так поставите, это значит, что вы не готовы к такому режиму работы, что-то не так. Ну и, соответственно, там, где вы указываете паддинги, марджины и так далее в лейаутах, там даже сейчас Android Studio вам будет подсвечивать желтым, что не использовать идентификаторы left и right, да, левую-правую сторону, а использовать start и end. Потому что, на самом деле, в зависимости от RTL будет разный параметр. Вот. Примерно понятно по вот экранам, да, и так далее. Так, стили и темы. В принципе, тема относится тоже к разным экранам, вот уже не столь явно. И, в принципе, сейчас поговорим, для чего вообще они нужны и как их применять. Значит, смотрите, что такое вообще темы. Как видите, в принципе, одно и то же устройство, одно и то же приложение, но, в принципе, выглядят по-разному. Да, тут используется темная тема, тут светлая тема. В современных андроидах можно, в принципе, переключать прямо в настройках системы, выбирать светлую или темную тему, какую вы предпочитаете. Например, темную можно использовать обычно на AMOLED-экранах, да, которые, соответственно, у них черные пиксели, на самом деле, это просто не горящие пиксели, и за счет этого, например, энергопотребление телефона становится ниже. Поэтому, например, рекомендуют использовать черные такие темы. Ну, не всегда, понятно, они выглядят иногда страшно, неудобно, но, тем не менее, это как бы вариант. Как на самом деле такое сделать, да? На самом деле ничего сложного, никаких проверок, там, ИФов или еще что-то вставлять не надо, все так организуется очень просто. Можно сделать еще какую-то третью темку, это все совсем несложно. В общем, что, соответственно, это такое? Как видите, это, во-первых, красота, то есть ваше приложение может отличаться от других приложений на телефоне, вы можете по-своему его настроить. Но в том числе это и единообразие, потому что у вас многие приложения все-таки выглядят одинаково, да, если вы ничего не настроите, да, не перенастраиваете тему, то у вас, в принципе, они дефолтные во всех приложениях, и все эти приложения будут примерно одинаково выглядеть. Соответственно, легкость в настройке поддержки, это сейчас поговорим про то, как, собственно, их использовать, и возможность их изменять. Это тоже очень важно. Значит, смотрите, вообще тема по умолчанию, это на самом деле несколько таких дефолтных параметров. Как вы видите, здесь есть, во-первых, Color Primary, основной цвет, его обычно вы видите по заголовку приложения, называется UpBar, ToolBar, NavigationBar, по-разному, мы про нее поговорим на следующей лекции. Есть, соответственно, Color Primary Dark, темная часть, это обычно вот статус бар такой цвет подкрашивается. Window Background, это вот эта область, да, соответственно, где у вас ничего нет. Navigation Bar Color, это, соответственно, если у вас не аппаратные кнопки, а софтверные, то, соответственно, вот здесь вы можете поменять цвет. И, соответственно, Text Color Primary, это, соответственно, текст. Все, это основные такие параметры, уже с помощью которых можно модифицировать ваше приложение. Как вы видите, здесь какой-то, ну, примитивный UI самого простого приложения. И уже его вы можете изменить, все эти цвета, просто пометняв вот эти вот значения в специальном файлике. Сейчас я вам покажу даже, как это сделать. В Android Studio появилась вообще такая, ой, тут засвечено немножко, потом, может, например, будет лучше видно. Значит, называется он Sim Editor, то есть редактор тем. Вот здесь у вас показываются элементы, да, как видите, тут есть всякие чекбоксы, радио-баттоны, вот, соответственно, аппар, например, кнопочки. И вот здесь их значения. То есть вы кликаете, у вас появляется диалогик, выбираете цвет, который, и настраиваете. Но обычно это все делают, как обычно, в специальном XML-файле. Называется он styles.xml. Сейчас я покажу пример. И выглядит он примерно так. Соответственно, вот здесь объявление темы. Вот этот файлик styles.xml, он наряжит в директории res.values. И вы первым делом объявляете название своей темы и parent, то есть от какой темы вы наследуетесь. Потому что темы можно наследовать, да, обычно не создают что-то с нуля, а лишь модифицируют существующие. И здесь вы можете с помощью вот айтемов, да, переопределять какие-то значения. Например, button style, то есть стиль кнопки, и текст view style, то есть стиль отображения текста. Если вы вот здесь упоминаете, соответственно, собачка styles, да, это, соответственно, вы ссылаетесь на какой-то внутренний стиль, то есть внутри самого приложения. И этот стиль вы должны, соответственно, определить. Соответственно, widget button custom, он у вас здесь ниже. Как видите, определен, для него parent выступает андроидовский, android widget button. И вы здесь только переопределяете текст шрифта, текст color. И, соответственно, для текст view то же самое делаете. То есть вот такой простой файлик, а вы уже переопределили какие-то там цвета для кнопок и текст view. Для чего это вообще необходимо? Дело в том, что вот эта тема, она накладывается целиком на приложение. Если вы хотите, чтобы у вас все кнопки в приложении, да, или все текст view выглядели как-то одинаково, например, один размер шрифта или, например, один одинаковый цвет, то вы можете задать это прямо в теме, и оно сразу автоматически будет применяться. Более того, вот есть вот эта дневная ночная тема. Она появилась, ее поддержка вот в Android Support Library 23.2. Соответственно, ее можно по-разному конфигурировать. Для этого появился параметр, вот этот квалификатор night в ресурсах, да, вы, соответственно, создаете директорию values и директорию values-night. Там и там у вас помещается, соответственно, файлик styles.xml, и в одном вы объявляете светлую тему, да, а там, где night, соответственно, ночную тему для ночного режима. И, соответственно, можно их переключать. Соответственно, вот эти вот варианты есть. Можно вот эту тему как бы переключать. Можно, соответственно, задать нужную настройку. Можно, соответственно, использовать, что у вас есть поддержка ночной режима, да, либо нету, yes и no. И, соответственно, авто, соответственно, автоматически, в зависимости от времени дня. И, соответственно, follow system, то есть следовать настройке в системе. В принципе, вот это все, что надо знать про темы. Сейчас я еще раз вернусь. Здесь вы можете перенастроить практически все. Чуть позже на последнем слайде будет указано, где вообще можно посмотреть. Основная проблема, на самом деле, при настройке тем, это отправная точка, потому что вы не знаете, на самом деле, какие темы, да, есть, на самом деле, как их конфигурировать и какие, грубо говоря, параметры там можно изменять. К сожалению, в документации мало про это написано, и лучше смотреть исходники в Android, да, то есть сам базовый файл styles.xml. Я потом покажу, где, соответственно, его взять. Теперь смотрите стили, да, где вот он. Стили – это практически то же самое, что темы. Лежат они там же, res, value, styles, xml. Но в отличие от тем, стили можно применять к конкретному элементу. То есть стиль накладывается не на все приложение, а к какому-то UI-компоненту. Выглядит это вот примерно вот так. Когда вы в файлике styles.xml, например, объявляете свой стиль, называете его large font, да, то есть большой шрифт. И вы у него указываете, соответственно, какой Android-атрибут вы будете менять. Это Android Text Size. Ставите ему, например, 40 SP. И, например, large red font, да, уже крупный красный фонд. Вы можете его унаследовать от предыдущего стиля и еще указать ему цвет, соответственно, шрифта. Дальше, когда вы в своем лояуте, например, это там MainActivity.xml, вставляете текст view. Вы вот здесь в атрибуте style можете указать, соответственно, стиль шрифта. Именно для конкретного текст view. И это очень удобно, когда, соответственно, понятное дело, что вам зачастую надо не все текст view, не все баттоны объявлять одного размера, да, одного цвета. Все-таки у них какое-то общее единообразие должно быть, но конкретно некоторые должны отличаться по размеру шрифта или по цвету. Соответственно, с помощью вот этих стилей можно переопределить вот эти параметры. Вот здесь вот есть две ссылки, соответственно, github.com.ausp.mirror, да, там лежит открытая часть андроида. Есть, соответственно, sims.base.xml файл и styles.base.xml. Соответственно, можно прям ткнуть, и в гитхабе удобно просмотреть, соответственно, исходник этих файлов, либо себе его там вылить, и там вы можете посмотреть все темы, которые есть в андроиде, да, по умолчанию, и, соответственно, стили, которые есть по умолчанию. Это надо для того, чтобы, соответственно, знать, какие параметры вы можете переопределять. Но, в принципе, большинство настраиваемых атрибутов у вьюшек, да, соответственно, это там всякие color, text size, background и так далее, они все задаются внутри вот этих стилей, и их все можно переопределить. Давайте посмотрим, как вообще все это выглядит. Сейчас покажем пример. Вот такой самый простой пример. Тут есть какая-то кнопочка, текст, и две на самом деле картинки. Одна векторная, одна растровая. И растровая, как вы видите, такая довольно маленькая, а векторная побольше. Значит, теперь давайте смотреть, как все это сделано. Ну и, как видите, у нас отличается там navigation bar вот этот и status bar. Значит, сделано все очень просто. Как видите, здесь в ресурсах тоже очень много директорий. Во-первых, тут приведен пример, что у нас может быть layout для landscape и, соответственно, портреты. И они будут отличаться. Если мы откроем preview, то как нам увеличить? Вот так вот выглядит landscape, да, как-то. У нас здесь изображение, здесь текст, тут кнопка, а в таком варианте все немножко по-другому распределено. Но здесь показан как бы пример, когда у вас, например, именно layout может отличаться, да, то есть вы не просто его растягиваете в зависимости от поворота экрана, а именно вам надо, например, перераспределить элементы у вас с другой стороны экрана. Находится тогда, конечно, самый простой способ использовать разные layout. Соответственно, вот здесь директория mipmap, да, с параметрами. И есть еще drawable. Я вот в перерыве немножко рассказал, сейчас еще уточню, для чего это сделано. Раньше вот этих директорий mipmap в андроиде не было, был только drawable. Туда клали все картинки, в том числе иконки приложения. Да, у вашего приложения есть обычно какой-то файлик png, который используется. И как это делается? Смотрите, во время установки вашего приложения Android знает, какой тип экрана у вас используется и копирует только те ресурсы, вот эти вот drawable, которые подходят под ваш размер экрана. Для того, чтобы приложение на диске, на сторидже не занимало очень много места. И вот эти все остальные DPI, они как бы выбрасываются. Но дело в том, что в андроиде как бы свежих версий, там начиная с 5.0, по-моему, вот эти иконки приложений, они в разных местах операционной системы используются в разных размерах. Где-то более маленькая, где-то более крупная. И чтобы не масштабировать вот эту иконку, Google что придумал? Они сделали отдельную директорию, которая называется MipMap, и советуют туда класть именно иконку приложений. Вот эти директории, они не будут удаляться во время установки, а будут все вот эти DPI, которые есть, все, соответственно, у вас копироваться на Storage. И в зависимости от того места, где вашу иконку надо отобразить в углу, он будет брать из нужной директории вот с этим DPI, и будет более качественная просто картинка использоваться. Поэтому туда обычно кладутся иконки, а в Drawable именно кладутся изображения, которые вы будете хранить. Значит, как видите, в Drawable Node DPI есть специальный квалификатор, есть вот такая вот картинка. Вот. И, соответственно, в Drawable обычной есть вот такой файлик. Вот это как раз векторное изображение. Как вы видите, оно достаточно тут простой у него синтаксис, XML файл, у него есть там путь, есть там, соответственно, stroke color и так далее. Вот это на самом деле практически SVG формат. Да, то есть вот как я говорил, он очень похож внутренний андроидовский формат, и, соответственно, вот этот файлик я там сгенерировал из-за сетов, и все, что я переопределил, это вот, соответственно, цвет вот этих полосочек, которые отображаются. Значит, для чего вот эта директория Node DPI? Как я говорил, если Android не найдет ресурс, подходящий под ваш экран, он будет пытаться там, ну, искать в смежных директориях наиболее подходящих. И в конечном итоге он возьмет ресурс из Drawable. Например, у вас какой-нибудь HDPI, у вас есть директория Drawable, и он ее, соответственно, эту картинку растянет, она исказится. Если вы не хотите, чтобы картинка изменяла свой размер, то вы можете положить ее в директорию Node DPI. Это значит, соответственно, что у вас вот этот скейлинг не будет использоваться, и картинка будет просто уменьшаться или увеличиваться в размерах. И иногда это, в принципе, бывает необходимо. В принципе, если вот посмотреть лей-аут, давайте. Как я говорил, что удобно. У вас вот есть какой-то лей-аут, например. У вас есть превью. Вот здесь, как вы видите, показывается вверху, что это отображается, как примерно будет выглядеть на устройстве Nexus 4. Если я возьму и выберу какой-нибудь там большой экран, то будет видно, что, соответственно, здесь все выглядит немножко по-другому. И вот эта картинка, на самом деле, она по сравнению с вот этой чуть-чуть меньше выглядит. Именно потому, что она не скейлится. Где я тут вернусь на Nexus S? Вот. Тут она как бы крупнее чуть-чуть. Вот. Это именно за счет того, что используется вот этот квалификатор Node DPI. Не забывайте, что вот здесь вот, в превью, вы можете просмотреть большинство устройств. Если какого-то нет, вот здесь есть пункт Add Device Definition, вы можете переопределить какое-то устройство, да, хитрое, с каким-то размером экранов, которые в списке нет, и с тем DPI, которых здесь нет. Это очень удобно при адаптации приложения под разные, соответственно, экраны. Ну, Values, как я говорил, у вас может отличаться в зависимости от языков. Как видите, Android даже красиво подсвечивает флажками нужного языка. Здесь для японского, здесь там для русского, тут для словакского. Вот. И Values V820, это, соответственно, как я говорил, обычно используется на планшетах. Вот видите, есть такой файлик dimens.xml. Значит, вот в нем вы можете, как видите, параметр dimens, указывать различные размеры. Ну, например, если вам надо указать размер кнопки, да, вы можете завести специальный такой квалификатор, назвать Activity Horizontal Margin, например, и указываете, что его размер 64 DP. Это на планшетах. А по умолчанию у него размер там 16 DP. И, соответственно, для планшетов будет использоваться тот идентификатор, для не планшетов вот этот. И уже дальше в лояуте, где он у нас здесь. Вот здесь, видите, Android Studio нам показывает эти марджины уже в идентификаторных. Если нажать, то видно, что на самом деле это не какие-то числовые значения, а вот эти константы, которые вот из этого файлика. И, соответственно, для разных экранов вы можете использовать разные размеры фактически, просто определяя нужные размеры в разных директориях, грубо говоря. Это, в принципе, очень удобно. Вот. Ну и здесь есть, соответственно, файлик styles.xml. Да, это, соответственно, дефолтная тема с переопределенными цветами. Она очень простая. Соответственно, за основу взята тема из AppCompat библиотеки с темным экшн-баром. И, соответственно, здесь переопределены только цветы. Как вы видите, они тоже не заданы какими-то числовыми значениями, а это константы color, которые. И, соответственно, они хранятся тоже в директории values. И вот здесь есть файлик colors.xml. И, соответственно, color у вас указан, какой цвет. Это также удобно, потому что, скажем, вы для разной версии Android API, например, или для разного размера экрана можете использовать в том числе разные цвета. Иногда это бывает удобно не столько, например, именно под размер экрана, сколько именно под версию Android. Потому что, начиная с Android 4.0, в принципе, у Android появился, грубо говоря, какой-то дизайн. До этого его, можно сказать, не было. И он эволюционирует с каждой версии, и цвета меняются, да, дефолтные. Где-то одни, где-то другие появляются. И может так получиться, что вы хотите, чтобы на Android 4.0 у вас приложение имело определенные цвета, а на Android 5.0, 6.0 или 7.0 какие-то немного отличные. То есть вот эти вот верхние бары и так далее. Иногда это действительно используют. Соответственно, их можно тоже переопределять в зависимости от версии API, добавив квалификатор здесь, например, V21. Вот. Но, соответственно, примерно все. Здесь все, что хотелось показать по поддержке экранов. Само приложение, собственно, очень простое. Вот. Ничего особенного в нем не есть. То есть какие-то вопросы есть, что-то непонятно. Вот. Ну, в принципе, вот сейчас работа с вот такими ресурсами в Android очень удобна. То есть, на мой взгляд, это одно из лучших решений, которые вот я встречал за всю большую практику работы с разными мобильными операционными системами. Я могу сказать, что в Android все сделано очень удобно. На мой взгляд, в iOS это все сделано намного хуже, например. То есть в этом плане они отстают. И обычно интерфейс создается для Android сейчас быстрее, чем для iOS. В то время как в свое время разработчики iOS очень сильно глумились, в том плане, что Android разработчикам надо поддерживать много размеров экранов. Но iOS сейчас тоже пришел к тому, что у них тоже и планшеты с разными размерами, телефоны с разными размерами, и все это поддерживать им сложнее. Я вам сегодня расскажу про тестирование. Так, это, наверное, будет такая вводная какая-то история про то, как вообще тестировать в Android, какие есть способы и какие инструменты есть. Вообще, кто знаком с тестированием, кто там писал какие-то тесты? Супер. А чем пользовались для написания тестов? Вообще, какие тесты писали? Окей. Ну, юнит-тесты писали, да? Интеграционные тесты писали, да? Ну, окей. Ну, на самом деле, в Android, как и вообще в любой другой инфраструктуре, тестирование применяется достаточно широко, и есть разные виды тестирования. Есть юнит-тесты, есть интеграционные тесты. И как в любых каких-то системах с GUI, есть UI-тесты, которые, собственно, позволяют вам как-то более комплексно протестировать поведение вашего UI. Но есть и особенности того, как это реализовано в этой системе, ввиду, опять же, особенности реализации самого Android и самой операционной системы, про которую мы так упорно вам рассказываем уже довольно много. Ну, в общем, я вам расскажу, какие есть виды тестирования, какие инструменты есть, что нам предоставил Google для того, чтобы облегчить нам как-то наше страдание с написанием тестов, что используется сейчас, вообще используют ли тестирование, большие компании, маленькие компании, и вот это вот все. Ну, очевидно, если вы писали тесты, наверное, знаете, для чего они нужны. Ну, в первую очередь, чтобы как-то защититься от своих ошибок и защитить свой код от ошибок других. В каком-то виде он ускоряет разработку. Но на самом деле эффект от этого заметен не сразу. На самом деле, если мы вот посмотрим на типичный цикл тест-driven development, вот, знакомо вам такое выражение? Вот, когда мы сначала пишем тест, потом пишем… Этот тест, конечно, не работает, потому что кода у нас еще нет, мы пишем код, у нас тест начинает проходить, мы потом код рефакторим, потому что код мы пишем так, чтобы тест прошел, без учета того, что надо этот код написать как-то хорошо. То есть минимально рабочий код, который позволяет выполниться нашему написанному тесту. И казалось бы, что гораздо проще взять, написать код, который работает, хороший код, который работает, и, в общем-то, на этом и закончить. Вот в парадигме TDD нам приходится делать намного больше каких-то движений, писать намного больше кода, и все говорят, что в итоге эта разработка ускоряет. Вот. На самом деле он приводит к некому ускорению разработки, потому что, когда вы покрываете свой код тестами, и когда вы пишете тесты до кода, у вас более четко формируются требования к коду, собственно, к задачам, которые этот код решает, вы всегда можете сразу знать, какую задачу вам необходимо решить, зная юзкейс этого кода, который описан в тесте. Соответственно, ваш тест, он верифицирует тот код, который вы написали, соответственно, что именно код работает корректно и делает свою работу правильно. А в дальнейшем, когда вы будете вносить изменения в свой проект, у вас большинство фичей, которые уже написаны, они, в общем, покрыты тестами, и любые изменения, они будут гарантировать то, что ваш код работает, и новый код, он тоже работает. И таким образом у вас намного сократится время отладки и поиска багов, которые вы привносите изменениям, добавлением какого-то нового функционала в ваше приложение. Но история классная звучит как из ярких буклетов для того, чтобы что-нибудь продать. Потому что у этой штуки есть еще и обратная сторона. Когда вы делаете какой-то рефакторинг вашего кода, вам всегда надо помнить, что у вас к этому коду еще целая гора тестов лежит где-то, которая должна выполняться, которая должна проходить, и без которой, собственно, ваш проект не соберется. И для того, чтобы внести какие-то более-менее значимые изменения, вам необходимо начать с того, чтобы начать изменять эти тесты. Их может быть очень много. И это влечет за собой довольно большой багаж и вот этой вот работы, которую надо сделать, чтобы все это саппортить. В какой-то момент все вам это делать надоедает, и эти тесты начинают с проекта выпиливать, потому что поддерживать их тяжело. Мы хотим что-нибудь поменять, тут надо 30 тестов опять разобраться, почему они сломались. И, в общем, довольно часто вся эта история приходит в никуда, когда у нас проект сначала на волне хайпа обрастает куча тестов, а потом все эти тесты потихонечку выпиливаются, 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 потому что нам сложно рефакторить. И вообще вы все плохие, написали кучу тестов, мне приходится их чинить. Важно найти какой-то баланс. Если там несколько лет назад люди говорили, что ТДД спасет мир, и имея все фичи, покрытые тестами, там, стопроцентный каверидж, мы сделаем приложение без багов, то теперь все как-то подостыли с этими утверждениями. Ввиду того, что стопроцентный каверидж, он оказалось, что он почти недостижимый, это раз. Во-вторых, не решает проблему багов в приложении, потому что всегда найдутся баги, про которые мы не подумали, не учли. И пользователь вообще такое существо интересное, он найдет такие юзкейсы, про которые вы даже не догадывались в своем приложении. Мы иногда удивлялись, читая Crash Report, и не понимая, как вообще это можно было сделать. Вот, и они находят. И, в общем, есть некая переоценка того, насколько надо тратить время на написание такого стопроцентного кавериджа, и потом страдать от того, что довольно трудно все это саппортить. Вот, и сегодня я вам расскажу, как писать эти юнит-тесты. Я вам не буду рассказывать и говорить, что TDD – это суперклассно, потому что, ну, на андроиде поддерживать TDD – это довольно сложно, ввиду того, что у нас есть разные типы тестирования, ввиду того, что у нас есть фреймворк, и его довольно сложно как-то изолировать и запускать быстро. Об этом я тоже расскажу. У Google есть интересный доклад, который был на прошедшем Google IEL в мае 2017 года. Они как раз рассказывали про тестирование и чуть-чуть упоминали TDD. Вот, они считают, что, в общем, надо использовать TDD, но это не точно. Вот, ну, и, конечно, наличие юнит-тестов – это такой повод сказать, что у нас в проекте стопроцентный кавериш, мы используем TDD, и мы вообще хорошая, классная команда, мы все делаем лучше всех. Вот, у нас нет багов, да. Но, опять же, баги есть, к сожалению, и тесты не спасает. Итак, юнит-тесты, юнит-тесты в андроиде. Первая фраза уже должна вас насторожить, потому что существует два типа юнит-тестов. Так как мы используем, мы разрабатываем приложения, которые работают на GVM, то, конечно, у нас есть обычный G-юнит и тесты, которые запускаются на GVM. Но у нас есть Android Framework, который содержит в себе кучу сервисов, таких как, например, Account Manager, Location Manager, там, сервис телефонов, звонков и так далее, которые характерны только для Android Framework и работают на устройстве или эмуляторе. И, соответственно, чтобы нам написать какой-то юнит-тест, который работает с этой функциональностью, нам необходимо как-то этот сервис в наш юнит-тест получить. И очевидно, что GVM этими знаниями не обладает. Для этого есть специальная библиотечка Android.jar, в которой содержится реализация всех этих компонентов. На самом деле они все вызывают нативные методы, которые реализованы, ну, в общем, компоненты, они реализованы посредством каких-то нативных библиотек на уровне, там, программно-аппаратного решения вашего устройства и прошивки, и операционной системы. Так вот, Android.jar, он обеспечивает некий шлюз между фреймворком и доступом к этим сервисам. И, конечно, на локальной машине у вас, скорее всего, этих сервисов не будет. Поэтому первый тип тестов, который нам доступен, это тесты, которые запускаются на GVM, которые не работают с этими компонентами. Второй тип юнит-тестов — это тесты, которые запускаются в среде Android в рамках Android фреймворка и работают либо на эмуляторах, либо на реальных девайсах. Но есть хак, про который я тоже расскажу. В чем, собственно, отличие, главное для вас, как для разработчика? Первые тесты работают очень быстро. Они запускаются там за несколько миллисекунд. Но, в общем, если вы знакомы с юнит-тестированием и работали с G-юнитом, вы знаете, сколько стоит запустить тест на обычный G-юнит-тест. А вторые тесты, они совсем не такие, потому что необходимо запустить приложение на устройстве либо на эмуляторе и, собственно, дождаться, когда там все проинициализируется, и только потом запустится непосредственно сам тест, который будет работать с реальными компонентами. Вот. Поэтому, если мы говорим про TDD в каком-то виде, то первые тесты нам позволят это сделать ввиду того, что нам необходимо постоянно писать тесты и запускать их, проверяя наш код на работоспособность. Вторые тесты, собственно, нам этого сделать не позволят. Либо большую часть рабочего дня мы будем ждать, когда наш тест на девайсе на эмуляторе запустится. Вот. Google еще поддерживает такую абстракцию, ну, ассоциацию вот этих тестов, как пирамида. И вот на нижнем слое у нас юнит-тесты, которые они называют small tests. Это юнит-тесты, которые запускаются на GVM. То есть это быстрые юнит-тесты. Их должно быть в проекте от количества всех тестов в процентном соотношении примерно 70%. Дальше у нас medium tests. Это средние по размеру тесты, которые тестируют не только какие-то функции, там, модули, ну, какие-то небольшие куски приложения, а что-то большее, например. Какое-то взаимодействие вашего компонента с сервисом. Либо сервис целиком. Они, как правило, уже используют Android Framework. Они запускаются в основном на эмуляторах или на реальных девайсах. И, собственно, они более тяжелые и более длительные. Их в проекте должно быть примерно 20% от всех тестов. И самый топ, это 10% тестов, это UI-тесты, которые, если у вас приложение небольшое, тестируют весь user flow целиком. То есть вот от момента, как он нажал на иконку приложения, условно говоря, и потом, имитируя нажатие пользователя, вызывая некие команды на специальном фреймворке, проверяя, верифицируя открытие тех или иных вьюх, возможно, верифицируя какие-то анимации, которые происходят на вашем экране. В общем, весь вот этот flow — это такие большие тяжелые UI-тесты, которых, собственно, должно быть немного, потому что они выполняются долго. И, ну, они достаточно трудоемкие именно в контексте разработки. И есть еще такое хорошее правило, что вот если мы используем вот эти UI-тесты, то все компоненты, которые внутри этого UI-теста большого используются, они должны быть покрыты медиум-тестами, которые работают с компонентами фреймворка. А все функции, которые реализованы внутри наших компонентов в этом компонентном тесте, покрыты юнит-тестами. Вот, и тогда какая-то гарантия качественного кода и качественная функциональность нашего приложения должна быть соблюдена. Вот, ну, это полезно держать в голове и попробовать, потому что на самом деле UI-тесты — это очень непростая задача, а хорошие UI-тесты — это непростая задача вдвойне, потому что их надо еще как-то саппортить. Поддержка этих UI-тестов — это тоже довольно непростая задача, ввиду того, что UI часто меняется. Но если взять довольно большие приложения с большой историей и длительным жизненным циклом, как, например, наша почта, у нас там написано порядка, ну, наверное, тысячи UI-тестов, которые гоняются на порядка ста реальных девайсов, подключенных там специальным образом к нашим серверам. И если вот взять весь набор наших UI-тестов, запустить на одном устройстве, то это, я не помню, 95 или 195 часов, в общем, займет прогон всех этих тестов на одном устройстве. Вот. И у нас есть маленькая команда ребят, которые занимаются только тем, что пишут и саппортят вот эти UI-тесты. Зато это позволило нам выпускать приложение и делать регресс вообще без участия человека. В общем, нам достаточно запустить, ну, взять и собрать учи, собрать какой-то артефакт релизный, прогнать вот этот наш тестовый прогон из UI-тестов. И если он ок, то мы считаем, что регресс у нас проведен, все здорово, можно в маркет катить, ничего не бояться. И в большинстве случаев это работает, с исключением каких-то корнер-кейсов, которые, ну, вероятно, и ручные тестировщики бы просто так, руководствуясь каким-то списком спецификаций для тестирования, в общем-то, и не нашли. Таким образом, если у вас куча ресурсов и есть возможность инвестировать время в разработку вот такой вот системы, то, в общем, это будет довольно высокий уровень автоматизации релизов. И это позволит как-то воспроизводимо и надежно регрессить ваши сборки и ваши релизы и, в общем, не бояться за то, что вы что-то отломали. Вот, ну, давайте начнем с самого нижнего уровня. Начнем с юнит-тестов. У меня слайд чуть-чуть разъехался, но это, наверное, не суть. Для того, чтобы использовать юнит-тест, вам надо добавить в первую очередь некую зависимость на G-unit в Build Gradle. На самом деле, когда вы создаете любой проект в студии, соответствующие зависимости для юнита и инструментейшн-тестирования они добавляются автоматически. Вам, в общем-то, и не придется ничего в Build Gradle писать. Но если вдруг там этого нету или у вас что-то не работает, то вот пишите тест-компайл G-unit и версию, и все начнет работать. Четвертый G-unit – это сейчас самый популярный. Самая популярная версия этого G-unita. Но на самом деле буквально вот, наверное, в прошлом месяце вышел пятый G-unit. Или чуть больше, чем месяц, вышел пятый G-unit. Там есть некие улучшения и различные новые фичи, но сейчас они нам, в общем, не нужны, поэтому мы будем пользоваться четвертым G-unit. Все, что вы узнаете про четвертый, будет актуально и в пятом. Поэтому вот сейчас, наверное, все проекты и все примеры гугловые с тестированием, они все реализованы с помощью четвертого G-unit. Собственно, есть еще некое требование к структуре проекта, то есть юнит-тесты, которые используют G-unit, должны находиться в определенной локации. Вот там написано тест, да, Java-тест. Но это тоже требование, оно по умолчанию. На самом деле все эти локации можно переопределить с помощью специальных инструкций Build Grid. Но чтобы из коробки это заработало, вот это правило и положить тесты в соответствующую директорию в Java-тест. И там будут лежать, там, те файлы, которые лежат там, они будут заполняться, выполняться в контексте G-unit, вот, тестов для GM. Вот здесь написано, что, ну, да, в общем, все, больше ничего делать не надо. Студия сама за вас решает все вот эти вот задачи по поводу именования директорий. Сейчас, ну, любой класс, на самом деле, создавая любой класс в Android Studio, можно добавить с помощью выпадающего списка этот тест, и он сам ляжет в соответствующий пэккедж с тезующим классным. Структура теста, она тоже достаточно формализована. Любой метод, который выполняет какие-то тестовые операции под объектом, который, ну, находится в тестировании, object under test, он называется, должны аннотироваться аннотации тест. Соответственно, в G-unite есть аннотации before, before class, after, after class. Соответственно, before и выполняется перед запуском каждого теста before class, перед запуском набора тестов в соответствующем файле. After, ну, наоборот, после теста и after class, после выполнения всего test suite. Что в них делать, наверняка вы знаете, потому что вы с этим уже работали, да, ведь? Отлично. Пример G-unite-теста, тоже для вас не новость. Указали в before, что мы проинициализировали какой-то файл, в after мы, соответственно, наши ресурсы освободили, в тесте что-то поассертили. Вообще, вы знаете, как выглядит хороший юнит-тест? Можно кто-нибудь рассказать? Что там должно быть в юнит-тесте, чтобы он был прям хороший юнит-тест? А может быть юнит-тест без ассерта? Ну нет, недавно. То есть он должен срок это ссеркать, который не подключает. Какая-то, что тест провалился или не провалился. То есть если какой-то дешевый ссеркшен, то мы все равно должны его ассертом отловить и сказать, что да, придешевый ссеркшен, который мы ждали. Ну да, на самом деле верно. Вообще ассерт — это ключевое понятие, вокруг которого все эти тесты строятся. Это инструмент для верификации наших результатов. Вообще тест делится условно на три части. В первой части мы, если мы не используем before-after, то делается какая-то подготовка данных, затем выполняется действие с ассертом, и потом, собственно, эти инициализирующие действия, они в обратном порядке отменяются, если вдруг мы что-то глобально меняем. Но сейчас у нас есть before-after. Если нам надо перед каждым тестом выполнить примерно одни и те же инициализирующие действия и потом в after, соответственно, действия, в которых надо освободить ресурсы, то логично это делать там. Но в тесте структура примерно такая же. То есть в первых инструкциях мы инициализируем объект для нашего тестирования, далее выполняем непосредственно целевое действие. В последних инструкциях в методе мы освобождаем ресурсы в контексте текущего метода. Ну и ассерт должен верифицировать какой-то один кусок функциональности. То есть если мы тестируем там калькулятор, условно говоря, то метод сложения должен тестировать только сложение. То есть он не должен тестировать какие-то другие методы. Есть еще несколько рекомендаций по поводу того, как писать ассерты и называть методы. Удобно, когда с сообщением об ошибке у вас появляется какая-то читаемая информация о том, что же вы там в итоге хотели получить и почему этот тест считается зафейленным. И сигнатура метода ассерт, она подразумевает еще наличие комментариев. Вот хорошим тоном является написание этих комментариев, которые бы человек, который будет смотреть влоги потом, прочитал бы и понял, что в этом тесте вы хотели, чтобы случилось вот это, а по факту случилось вот это. Expected и actual параметры ассерт добавит сам в вывод. А комментарий вы можете написать, и это, возможно, значительно облегчит работу тому, кто будет потом в этих логах ковыряться и разбираться, собственно, что пошло не так. И именование теста. Есть довольно много способов и установленных таких конвенций, как эти тесты, собственно, именовать. Именование теста – это тоже довольно важный инструмент, который бы помог вам, либо тому, кто будет разбираться с логами, понять, что в этом тесте должно было бы происходить. Если вы видели какие-то логи, вот серверный, там, например, с Continuous Integration, когда происходит какой-то билд, там куча-куча текстовой информации, и вот лог с тестированием, там тысяча этих строчек, если у вас там тысяча тестов, и напротив какого-то из них там написано failed, вот, и расширенного лога нету. И если вот этот метод дополнить какой-то значимой информацией, например, там, shoot, assert true, если там в таком-то значении вашего input data стоит такое-то значение, то, глядя на этот лог, вы сможете понять, что вот этот тест проверяет, что в этом объекте здесь-то должны были быть такие-то значения, и этот тест сломался, значит, там было не то, что ожидается, и это вас уже натолкнет на какие-то действия, на ту область кодов, которую вам надо смотреть, чтобы что-то искать, какую-то проблему, и начинать ее исправлять, вот, потому что там тест, ну, например, тест 1, и он failed, ну, вам не даст абсолютно никакой информации, только увеличит время разбора, и, в общем, всем от этого будет только сложнее разобраться с проблемой. Ну, еще один пример. В общем, здесь мы используем аннотации before-класс и авто-класс. Если мы работаем с какими-то базами данных, например, мы тестируем в Android SQLite, мы хотим протестировать, например, наши миграции, то инициализировать и освобождать ресурсы базы данных, соответственно, нужно в аннотациях before-класса авто-класс, чтобы не делать это перед каждым тестом, который выполняется в вашем наборе тестов. Как правило, у вас будет какой-то один тест-сьют, там, migration tests, и, собственно, там куча миграций с первой по тысяча первой версии, вот, и для этого базу данных достаточно будет проинициализировать всего один раз и использовать ее уже в ваших тестах. Второй тип тестов — это тесты, которые выполняются на устройстве. Это так называемые инструментейшн-тесты. Они используют Android framework для работы компонентов каких-то. Как раз если вам необходимо протестировать какое-то взаимодействие с внешними компонентами, либо вам необходимы какие-то контекстозависимые вещи, то вам понадобится Android SDK и Android framework в ваших тестах. В частности, если вы хотите, например, потестировать работу с ресурсами, что там в каком-то месте у вас применился тот или иной ресурс, все это контекстозависимые вещи, и, соответственно, вам понадобится этот контекст. Но, как я уже говорил, они, конечно, выполняются медленнее, потому что им нужен либо реальное устройство, либо какой-то эмулятор этого фреймворка. Наличие устройства или эмулятора. Да, это так. То есть лучше, если это будет устройство или эмулятор. Но если вы пишете просто unit test с использованием инструментейшн-тестирования, то есть специальная библиотека, которую Google также объявил условно официальную поддержку ей, называется Narbolectric. Это библиотека, которая предоставляет вам зависимости Android framework, но без использования устройства. То есть он эмулирует. Ну, там есть как раз этот Android jar, который наполнен какими-то реализациями соответствующих функций, и он работает на вашем локальном устройстве без использования эмулятора или реального устройства. Соответственно, писать unit test с такой штукой намного проще. Не надо ждать, когда у вас произойдет вот эта коммуникация с эмулятором или устройством, и когда туда установится приложение, когда оно запустится. В общем, все это не применяется в случае, если вы используете Robolectric. Использовать там, конечно, какие-то UI вещи, тестировать там не получится, а вот протестировать какие-то просто контекстозависимые вещи с ним будет возможно, удобно, просто и намного быстрее, чем использовать эмулятор. Android инструментейшн-тесты, они лежат в другой директории относительно юнит-тестов. Если юнит-тесты лежали в директории тест, то инструментейшн-тесты лежат в директории... Где? Не указано. Не указано. Android-тест. То есть там путь к ней такой же. Единственная разница, что в пакетч-нейме не тест, а Android-тест. И все тесты, все файлы, которые лежат в этой директории, они будут запускаться именно в контексте инструментейшн-а и относительно запущенного приложения на устройстве или где-то еще, либо с эмулированным контекстом. Для того, чтобы инструментейшн-тесты заработали, необходимо указать класс, с помощью которого эти тесты будут запускаться. У нас есть Android G-Unit Test Runner. Это инструмент, это вот раннер тестов, который запускает инструментейшн-тесты с G-Unit функциональностью на устройстве. Важно понимать, что когда происходит инструментейшн-тестирование, то наше приложение, оно запускается отдельно от приложения, которое, собственно, выполняет тесты над вашим приложением. И контексты у них различаются. То есть если мы пишем какой-то тестовый код обращения к Activity в тесте, то контекст, который мы там можем получить, это не контекст нашего приложения. Контекст тестового приложения — это отдельный контекст отдельного приложения. Контекст приложения под тестом — это, собственно, опять же, другое приложение, другой контекст. И вот в тестах есть возможность получить контекст вашего приложения, который тестируется. Но об этом надо помнить. Поэтому каждый раз, когда вам нужен контекст, метод, и вы хотите напечатать где-то контекст, нужно помнить, что это не контекст вашего приложения, это контекст приложения, которое тестирует ваше приложение. Ну вот, это, наверное, основное, что надо знать про... Это очень важно, потому что многие это забывают, что когда у вас запускается тест, он запускается, грубо говоря, внутри отдельного приложения, у которого другой пэкетчный, и, соответственно, другой контекст и так далее. И вот там будет где-то, по-моему, в примере есть метод специальный getTargetContext. Это, соответственно, получать контекст именно приложения вашего, которое вы тестируете, да, а просто getContext это, соответственно, тестируемые приложения, да, это надо помнить. Да, ну вот здесь пример конфигурации Gradle скрипта. Вот мы можем посмотреть на deflconfig. У нас указан тест-аппликейшн-ид, специальный-ид для тестового приложения, он отличается от аппликейшн-ид нашего основного приложения, и указанный инструментейшн-раннер, это Android G-Unit раннер. Насколько я помню, сейчас студия генерит, и это тоже, когда вы создаете приложение, собственно, раньше надо было все это писать руками, сейчас можно вообще ничего не писать, все за вас уже будет написано конструктором проектов в студии. Ну, собственно, мы дошли до того, что можно писать тесты. Android Instrumentation Test, опять же, имеет некий, некий отличный от G-Unit тестов синтакси. в первую очередь можно заметить, что здесь есть аннотация runwith, в которую передается некий класс name, объект класса, да, который, собственно, будет ранить наши тесты, это runner. Это значит, что вот этот тест, который помечен аннотацией, он выполняется с помощью вот этого вот объекта. Здесь может быть еще один тип объектов, про который я расскажу. Есть специальная библиотека, которая позволяет делать заглушки для объектов в ваших тестах. Вот, если мы хотим ее использовать, нам необходимо будет использовать другой тест-раннер, который, собственно, поддерживает эту библиотечку. Ну, пример будет. Вот как раз первым пунктом здесь идет утверждение про контекст. Вот, никогда не забывайте, что контекст приложения, которое тестирует ваше приложение, это не контекст вашего приложения под тестом. И, соответственно, если вы используете какие-то ресурсы, что-то верифицируете, либо вам нужно получить какие-то данные из контекста вашего приложения, вам надо достать правильный контекст. Метод getTargetContext, он как раз вернет, вот он, здесь вот есть такой вот метод getTargetContext, он вернет контекст вашего приложения, и с ним вы можете работать, и, собственно, там что-то с ним делать, что-то верифицировать в контексте вашего приложения. Все остальные контексты это не ваш контекст. Ну, в общем, про контекст, я думаю, я уже столько раз повторил, наверное, вы уже запомните. Активити-сервисы. Мы, конечно же, хотим тестировать Активити-сервисы, наверное. Активити-сервисы это, ну, такие прям Android-Android компоненты, которые имеют свой жизненный цикл, они вообще довольно сильно связаны со всем фреймворком, потому что они, собственно, в контексте фреймворка только и живут. И у них особые инструменты для тестирования существуют в инструментейшене. Да, для того, чтобы нам протестировать сервис и Активити, нам необходимо пользоваться инструментейшен-тестами, потому что нам нужен Android-фреймворк для того, чтобы эти компоненты запускать и методы жизненного цикла на них вызывать. Для работы с этими компонентами в Android G-Unit раннере есть специальные инструменты, которые реализованы с помощью рулов G-Unit. Что такое рул? Это специальное расширение, которое поддерживается G-Unit, оно позволяет переопределить некоторые методы, либо добавить функциональность некоторым тестовым выполнение теста в системе G-Unit. То есть каждый тест у нас на самом деле под аннотацией разворачивается в некий вызов различных методов в самой системе тестирования, и рул позволяет нам дополнить эти вызовы методов каким-то нашим кодом, какой-то нашей функциональностью. И вот если говорить про activity, например, то как раз в этом с помощью этих рулов создаются и запускаются те или иные activity в контексте Android фреймворка. То есть когда тест стартует, перед тем, как начнет выполняться ваш код, написанный в вашем тест-классе, test.ru он запустит наше приложение, создаст интелл для запуска нашего activity, и это activity запустит. И к моменту, когда начнет выполняться наш тестовый код, activity будет уже запущена, и мы с ней сможем взаимодействовать. И, соответственно, когда тест будет завершаться, наш activity будет остановлено и в соответствии с жизненным циклом там все операции будут проведены корректно. Для тестирования activity есть специальное правило activity test.ru, для сервисов это, соответственно, правило service test.ru. Ну и, соответственно, интенты там как пример, как использовать эти activity.ru я вам покажу, собственно, что с ней можно делать тоже. Ну, вот первое у нас на очереди это тестирование activity. Мы создаем тест, в котором аннотируем run with Android G unit 4. У нас есть поле, которое аннотировано аннотацией rule. Activity test.ru это, соответственно, класс с этим rule, он параметризован типом activity, который будет запущен. и, соответственно, есть конструктор, который принимает три параметра. Это объект класс нашего запускаемого класса, а дальше два буллин параметра. Соответственно, первый параметр отвечает за то, будет ли наша activity отвечать на какие-то touch-евенты. Второй параметр это нужно ли пересоздавать эту activity при запуске соответствующих разных тестов из вот этого нашего набора тестов. Как правило, пересоздавать activity нужно довольно редко, только если мы хотим проверять какие-то методы жизненного цикла нашего activity, либо еще какую-то функциональность навешивать. Но обычно нам достаточно создать activity один раз в рамках выполнения всех тестов, и, собственно, на этой activity все наши тесты и выполнить, и проверить нужную функциональность. Еще раз, тесты запускаются в потоке, который отличен от нашего UI потока. Это тоже очень важно знать. Если вы работаете с activity, вы там пытаетесь обратиться к какой-то вьюшке, засытить какие-то данные в нее, то напрямую из потока тестов это делать нельзя. У вас будет exception, я забыл, illegal state, да, illegal state exception, о том, что вы пытаетесь модифицировать вью не из потока, который ее создал. Для этого у теструлов есть соответствующие методы, вот, в частности, у activity теструлов есть метод runon UI thread, который получает объект runnable и, собственно, в нем можно выполнять уже действия, связанные с работой с вашими UI элементами. Ну, работает он через handler, в общем, тут никакой магии нету, поэтому знакомый всем runnable, который передастся в handler и выполнится на нужном потоке. Я не уверен, что вы видите, что там написано. Мне кажется, лучше будет показать код. Да. Давайте я еще расскажу про сервис, а потом мы посмотрим на код и в нем уже рассмотрим всякие детали и что, собственно, надо написать, чтобы он заработал. Для сервисов у нас используется сервис test.ru. Мы можем биндить наш сервис, использовать AIDL для взаимодействия с нашими сервисами в контексте теста. Соответственно, если мы хотим работать с AIDL, мы в before запускаем сервис и биндимся к нему, получая байндер, приведенный к виду нашего AIDL интерфейса, и далее в тестах мы уже можем с ним работать. Вот, этот пример тут видно получше. Давайте посмотрим. У нас опять аннотация runwith, у нас определен сервис test.ru. Далее у нас определен наш сервис. Сервис это как раз наш сервис, который реализует некий AIDL интерфейс. Метод setup аннотация before, соответственно, будет выполняться перед каждым тестом. мы создаем новый rule, создается intent, далее мы выполняем bind сервис, это метод у test.ru, соответственно, bind сервис, и далее, как мы уже видели в примере работы с AIDL интерфейсами, мы представляем из интерфейс байндер, который возвращается из метода bind сервис. мы его сохранили в поле и далее в тестах мы уже работаем с ним как с реализацией нашего AIDL интерфейса. В общем-то, способ работы почти ничем не отличается от того, как мы работаем с ним в контексте Android приложения и из кода непосредственно в приложении. Здесь метод bind сервис синхронный, да? Да, метод bind сервис синхронный, и он не на контексте, а на на руле, который мы используем. Это важно, потому что синхронные методы в тестах использовать, как вы понимаете, нельзя, потому что у вас функция теста закончится, а callback все там не будет. Да, ну, можно, но это хитро, да, это непросто. Понятно, как с ним работать? Есть вопросы какие-нибудь? Окей. Что касается инструментейшн тестирования еще. Вот мы говорили про activity и сервис рулы. Важно помнить, что в одном тест-классе может быть только одно, один тест-рул. То есть в рамках одного тест-класса вы тестируете один сервис или одно activity. Вот не получится, нельзя сделать так, чтобы вы в одном тест-классе протестировали сразу несколько компонентов и все бы у вас заработало. Ну и понятно, если вы попробуете это сделать, то у вас будет класс cast exception. В итоге своей цели вы, к сожалению, не добьетесь. Это все относилось к юнит-тестированию Android компонентов. Дальше мы рассмотрим такой фреймворк, называется Espresso. Это фреймворк, который позволяет писать UI-тесты. Это соответственно тесты, которые подразумевают тестирование какого-то пользовательского сценария и непосредственно взаимодействие с нашим приложением, именно имитируя поведение пользователя. Библиотека Espresso, она позволяет работать с вашими элементами UI. Вот если посмотреть, например, то мы здесь уже оперируем какими-то идентификаторами, выполняем, клики на наши вьюшки и можем верифицировать какие-то состояния элементов view или текста, которые мы видим на экране нашего приложения. На самом деле видим не мы, а видим фреймворк, но тем не менее он может находить вьюшки в верстке, которая сейчас отображена, и сверять состояние этих вьюх, которые есть на этом экране, либо текст, который отображается на экране. Также он умеет работать с ресайклерами, умеет работать с элементами ресайклера view и матчить контент этих контейнер вьюшек. Очень круто, очень удобно, очень просто. Прикручивается, правда, очень быстро. Методы выполнены в виде, если посмотреть, тут похоже на билдер подход, то есть мы определяем, какой компонент, какое действие выполнять, и через точку мы строим некую последовательность действий, которая эквивалентна пользовательскому там какому-то действию, то есть когда вы, например, взглядом выбираете элемент и делаете на нем какое-то действие, в общем, оно представлено в виде таких вот связанных цепочек вызовов методов, очень здорово, очень просто и удобно. Как его настроить? Но, конечно, он будет уже настроен у вас, когда вы создаете новый проект, в общем, настраивать вам почти ничего не придется. Ну, про аннотации Large Test, наверное, ну, в общем, можно поменять некие тесты вот аннотации Large Test и запускать их, например, в Nightly Build'ах или еще при каких-то конфигурациях. Это уже, в общем-то, не очень существенно. У нас в почте были почтовые, ну, ночные прогоны наших сборок, и как раз вот мы там прогоняли Large Test, чтобы не забивать каждый билд выполнением каких-то длинных тестов. Тесты могли длиться по нескольку минут, ну, например, 5-7 минут какие-то вот эти полюсские сценарии всякие происходят. Вот, и чтобы наш сборщик, он не тратил время, во время работы, они у нас все были, в общем, на ночь, и с утра мы смотрели результаты этого ночного прогона с этими большими тестами. Тут еще вот можно обратить внимание, да, что версия Express, ну, или вот этого раннера, 0.5, то есть это еще не 1.0, и в принципе там относительно все стабильно уже в Google, вот, но они пока что все-таки это для тех тестирование не зарелизили уже достаточно давно, а в первых версиях у них API довольно сильно менялся от версии к версии, это создавало определенные, ну, проблемы, то есть вы писали кучу тестов, да, их было большое количество, они потом поменяли, вот эти, например, рулы, они появились, по-моему, в версии типа 0.3, вот, а до 0 версии там 0.3, там 0.2, 0.1, были другие механизмы, там надо было наследоваться от других классов, в общем, много тестов надо было передать да, и вот если я говорил, что тесты и приложения работают в разных потоках, плюс есть еще всякие анимации на экранах, и, например, когда вы нажимаете кнопку, у вас состояние экрана меняется не сразу, вам надо подождать какие-то там анимации, отрисовку, когда в конце концов очередь хендлера на UI трейде выполнит, обработает все сообщения, поэтому на самом деле вот то, что позволяет делать экспрессо выполнить клик, а потом сделать верифай, это ну, это очень удобно, потому что когда не было экспрессо, а у нас очень много тестов написано во времена, когда еще этого экспресса не было, вам приходилось самостоятельно строить и как-то реализовывать эти точки синхронизации между потоком тестового приложения и потоком UI, когда вы пытаетесь запустить какое-то новое активити, там происходят анимации, скрытие текущей, появление новой, загрузки контента и отображение потом соответствующих UI-компонентов. Вот тестовое приложение ничего не знает о том, что делает ваше настоящее приложение и сколько там длятся эти анимации, а они зависит еще зависит еще от того, какое там устройство, насколько оно загружено, от того, как быстро ответит ваш сервер и соответствующий контент отобразится. Вот, эспрессо позволяет, во-первых, более просто иметь, ну, синхронизировать код тестового приложения с кодом вашего реального приложения, вот, во-вторых, там есть всякие idling ресурсы, которые позволяют навесить специальные ожидания на события для каких-то вьюх, но это вне контекста сегодняшнего. Вот, но, в общем, такая проблема есть и она актуальна, и эспрессо в каком-то видео решает, то есть для того, чтобы вам облегчить задачу и не строить вот эти точки синхронизации, они для вас уже это сделали, вам об этом не надо думать, то есть клики и действия с верификационными действиями, они уже синхронизированы внутри библиотеки. Что умеет делать эспрессо? Она умеет искать вьюхи по ID либо по наличию какого-то свойства, ну, например, при наличии текста на TextView, то есть, ну, найти TextView, содержащий тот или иной текст, либо там какие-то другие свойства, которые есть у элементов View. Она умеет эмулировать клики, умеет эмулировать пользовательский ввод, умеет эмулировать какие-то пользовательские движения, такие как скроу, флинк, свайп, ну, вот это все, что можно делать пальцем и умеет ассертить то, что на экране сейчас есть. Может ассертить там текст, появление тех или иных элементов, то есть, изменение видимости интенты и, собственно, что в этих интентах есть. Даже может анализировать дом в View. Вот, это тоже довольно, довольно классно, довольно удобно. Про Эспрессо можно почитать, ну, потом ссылку из презентации возьмите. там вот на самом деле просто PDF-ка, где вот эти вот все пункты, да, что искать, как это матчить, собственно, да, и какие действия производить, оно там просто в такой виде диаграммки красиво нарисовано. Да, ну, на самом деле Эспрессо классный, он довольно просто позволяет писать UI-тесты, в общем, довольно здорово. Ну, вообще, про тестирование вот можно здесь почитать, тоже потом посмотреть. Есть еще одна альтернатива Эспрессо, это UI-автоматор. Это такой для UI-тестов уже устаревший, на самом деле, инструмент, его не очень рекомендуют использовать для написания UI-тестов, но есть одно исключение, когда он вам может понадобиться. UI-автоматор, он работает не с вашим приложением, он работает вот с экраном, с устройством. Вот есть Windows, там есть какие-то области, и вот он с ними работает. И он может ткнуть в любое место экрана, даже вне экрана вашего приложения. И, например, если вы хотите протестировать действия по клику на push-уведомление, либо там на какие-то действия в системном окне, то вот UI-автоматор вам позволит это сделать, а Эспрессо нет, потому что Эспрессо работает только с вьюшками в контексте вашего приложения. Вот, поэтому для написания UI-тестов используется Эспрессо, возможно, она расширится вот этой функциональностью, которая обладает UI-автоматор, но, судя из документации, которая есть на сайте гугла, пока что ничего подобного там не анонсируется. Соответственно, если вам надо протестить пуши, вам надо протестить какие-то штуки, которые связаны с платформой, возможно, что-то, какой-то шаринг ваше приложение из других приложений, либо из каких-то других мест, то вот UI-автоматор, у него синтаксис и вообще набор операторов достаточно, ну, он сложнее, чем Эспрессо, он не такой удобный, там такие странные функции, но он, конечно, тоже умеет искать по ID в юшке, но работать с ним не так удобно, как работать с Эспрессо. Ну, и он относится к вашему приложению как вот к блокбоксу, то есть есть какой-то экран, там происходят какие-то действия, какие-то клики, ваше приложение это или не ваше, а он вообще ничего не знает про это. У него просто что-то на экране поменялось, он может там что-то с этим, ну, на это посмотреть и с чем-то смачить. Бывает так, что у вас приложение уже давно закрылось, там, но по какой-то причине возможно крэш произошел, а UI-автоматор все еще бегает по экрану, ищет какие-то элементы, которые вы там, мол, в ассертах, ну, понасывали и даже не знает, что приложение уже сломалось. Вот, бывает, что он еще и зависает. Вот, и он как раз не умеет синхронизироваться с UI-ом, вам надо как-то самим писать вот эти вот штуки, когда синхронизировать анимации и появление вьюг, и когда их осертить. Вот, это зачастую бывает непростой задачи. Вот, в общем, такой словесный обзор инструментов тестирования для андроида я, наверное, сегодня закончу. Вот, у меня есть еще демка, которую я вам хочу показать с юнит-тестами, с UI-тестами и с инструментейшн-тестами, вот, но их немного совсем. Давайте мы сделаем перерыв, а потом я вам все покажу. Первый пример у меня будет про юнит-тесты и про библиотечку Makita, которая умеет мокать зависимости и, в общем, делать заглушки, не требуя от вас какой-то реализации. Когда это надо? Ну, когда, например, у вас есть какой-то большой жирный сервис и он под интерфейсом, есть интерфейс и какая-то реализация, например, сервис доступа к аккаунтам каким-то, либо сервис, за которым спрятан ваш бэкэнд. Понятно, что в юнит-тестах вы не будете использовать ваш настоящий бэкэнд, ходить на сервер, ну, это, это долго, ну, и это не, ну, если будут какие-то ошибки, невоспроизводимо. То есть вам надо, например, протестить, что у вас на 404 там какие-то действия в приложении делаются, вам надо гарантированно это там 404 получить. Для этого вы можете подменить реальную реализацию, реальный объект какой-то, ну, либо стаб-объектом, либо каким-то моком, который, собственно, выдает вам всегда один и тот же гарантированный ответ. И для реализации вот этих штук есть библиотечка, называется она Макита, и вот здесь она у меня есть в зависимости. Вот Макита, можете ее запомнить, возможно, она вам когда-нибудь пригодится. Она не только в Андроиде используется, она и в простой Джаве она работает. В общем, довольно популярный инструмент, который позволяет создавать подобные моки. У нас есть G-Unit 4 здесь, вот, ну, у нас тут только юнит-тесты, но вот это все было сгенерировано вместе с проектом. Вот тут уже есть Эспрессо, у нас есть тут инструментейшн-раннер. Вот, в общем, самим почти ничего писать не нужно. Про приложение я чуть-чуть расскажу, что тут происходит. Вот у нас есть какой-то профиль, это, по-моему, под же объект, да, всего с двумя полями. У нас есть профиль-сервис, который аккаунт умеет регистрировать, ну, это, условно, какой-то интерфейс, у которого один метод, это вот регистр аккаунта, сигнатура, он принимает аккаунт, и какой-то callback, собственно, результат, который мы получим от нашего сервиса. У нас есть registration callback, это интерфейс, который мы передаем в наш сервис, у него есть два метода, non-success, on-error, есть реализация профиль-сервиса, вот она тут работает с аккаунт-менеджером каким-то, вот, и, собственно, в callback там подставляет какие-то данные. И есть data source, это, собственно, наш интерфейсный класс, который мы будем тестировать. Вот у него есть метод create-профиль, который в себе использует сервис, и там регистрирует аккаунт и работает как-то с callback. Вот мы на него напишем тест. В чем особенность вообще этой штуки? Вот, ну, тест у нас входит здесь и зависимость, он внутри себя использует андроидный аккаунт-менеджер, который бы мы использовать, в общем-то, и не хотели, потому что у нас простой юни-тест, нам не хочется тащить сюда андроид-фреймворк и вот эту всю большую историю с рабоэлектриком либо запуском на девайс. Вот. Ну, в общем, сам тест. У нас есть три компонента сервис, аккаунт-менеджер и дата-сорс. И вот если посмотреть, то есть такая классная аннотация mock. Это как раз аннотация, которая приходит нам от Makita, которая позволит Makita сделать прокси для этих объектов и подменить реализацию. В методе before мы создаем наш дата-сорс с замоканной реализацией сервиса. есть два теста. Сейчас я, кстати, прям драматично улучшу наш вот этот первый тест. Вот у нас в первом тесте мы регистрируем аккаунт и вызываем метод verify на объекте сервис. Что делает метод verify? Он ассертит то, что на объекте сервис был вызван метод регистра аккаунт с какими-то параметрами. Соответственно, мы на дата-сорсе вызываем create profile, внутри он обратится к сервису и вызовет регистра аккаунта. И мы как раз вот это здесь и ассертим, что внутри при create profile мы все-таки сходим в наш сервис и что-то там выполним. Сигнатура create profile определяет два строковых параметра это name и surname и callback. Вот callback здесь это реализация интерфейса, такая пустая, ничего не происходит. И для того, чтобы вот так не писать, мы можем опять же воспользоваться макитой и сделать там еще чуть-чуть проще. Сейчас мы сделаем вот так. Сейчас, если я включу английский язык. Не в этой жизни, похоже. Ой, у тебя ненецкий. Так, комнату зажимаешь и... Давай, да, ненецкий. Вот, отлично. Я за мокой вот эту реализацию интерфейса без реализации. То есть я возьму сам интерфейсный тип и определю ее в качестве поля с аннотацией mock. Это у нас registration callback, назову его callback. Вот. А теперь выпилил вот эту всю штуку здесь реализацию в качестве анонимного класса и заиспользую наш callback. Вот. И это все будет работать, потому что на самом деле вот под этим объектом callback есть дефолтная реализация вот этого нашего интерфейса. Как внутри устроен макита и что он, собственно, делает, можно посмотреть в коде, который он генерит. там генерятся некие прокси-объекты, которые перехватывают вызовы вот в этих вот реальных методов у вот этих вот объектов. И вот этот инструментарий проксирования, он позволяет встроить нужные нам ответы или действия на вызовы тех или иных методов. Ну и, собственно, Verify работает точно так же. Он вешает некий там, условно говоря, listener на наш объект и может определить, был ли вызван этот метод или не был вызван. Вот. Давайте проверим, что наши тесты работают. Вот. Наш тест находится в папке tests. Вот. В директории test. В package profile лежит наш объект профиль data source test. Это значит, что это G-unit-тесты. Второй тест у нас проверяет, что нам в сервисном callback вернутся ожидаемые данные. Для этого мы используем специальную конструкцию, которая есть в Makita UAN. UAN позволяет нам заменить поведение вот этого замоканного объекта и подставить соответствующую ожидаемую нами какую-то реакцию на те или иные вызовы методов соответствующего класса. Вот мы в данном случае хотим, ну, дословно, если читать, when account manager get accounts by type, то есть когда вызовется метод get accounts by type на объекте account manager с параметрами anyString, то есть любая строка, ну, соответственно, when, как результат мы хотим и возвращаем некий объект. То есть когда на вот этом объекте, который на самом деле прокси, вызовется вот этот метод с любым параметром, нам вернется вот это значение, которое я здесь определил. Это как раз позволяет нам построить, сконструировать объекты таким образом, чтобы в юни-тестах гарантированно получать нужные ответы при вызове тех или иных зависимостей. Вот, то есть, условно говоря, вот под этим интерфейсом мог быть наш ремоут-сервер какой-то. Вот, мы его замокали и, собственно, подставляем всегда нужные ответы и проверяем поведение нашего кода в соответствии с этими ответами. Вот, собственно, мы сейчас симулировали ответ от нашего аккаунт-менеджера. Аккаунт-менеджер — это на самом деле аккаунт-менеджер, который андроидный. Вот, но мы его не используем. Но мы используем mock. Ну и далее вызываем на нашем профиле дата-сорсе методы и верифицируем то, что на callback в success-методе мы получили то, что мы получаем, получим от нашего аккаунт-менеджера. То есть мы протестили, что когда мы регистрируем аккаунт, аккаунт регистрируется в аккаунт-менеджере из аккаунт-менеджера, на аккаунт-менеджере вызывается метод getAccounts, и он подставляется в наш callback. Понятно? Ну, давайте еще раз запустим. Мне кажется, довольно просто. Может быть, мне кажется. Вот, тест у нас работает. А когда здесь все зеленое, значит, хорошо. Когда там... Вот что-то красное, значит, все плохо. И вот здесь как раз есть некие пояснения насчет того, что произошло. Но это вывод специфичный для Makita. Он сформирован из вывода метода verify. Вот у нас есть то, что мы ожидаем, собственно. И то, что мы... actually, то, что на самом деле вернулось в методе. Вывод, в общем-то, довольно многословный и достаточно понятный и читаемый. То есть, глядя на него, можно понять, что случилось, что мы ожидали и что в итоге мы получили. Вот. Unit-тесты Makita можно использовать и довольно просто и удобно. Второй пример — это инструментейшн-тесты и UI-тесты. Вот здесь уже тесты лежат в директории Android-тест. Ну, давайте мы посмотрим, например, на тест, который выполняется на девайсе с помощью UI-автоматора. Вот мы используем здесь такой объект UI-девайс в наших тестах. Это как раз UI-автоматор. Это не эспрессо. Это то, что работает вот как blackbox с нашим приложением. Этот тест будет запущен на девайсе и он будет работать с нашей Change Text Activity. У нас есть Activity, в которой есть Edit Text и там этот текст будет меняться. У нас написано 4, по-моему, теста. Каждый из них что-то вводит в поле ввода и нажимает какую-то кнопку. На самом деле сейчас вы все увидите, как это происходит. Так как это инструментейшн-тесты, то при запуске у нас появляется приложение с выбором устройства или эмулятор, на котором эти тесты будут выполняться. У нас разопущен эмулятор. Вот. И давайте посмотрим, что же будет происходить. Ну вот. Разница в том, как быстро запускались юни-тесты и как долго запускается какой-то инструментейшн или UI-тест. Еще потом заинсталит, а потом только запустит. Вот. Он сделал все сам. Вот. Это как раз UI-тест. Собственно, ну вы видели, запустилось приложение, что-то поменялось UI, что-то верифицировалось и приложение закрылось. Это долго. И давайте посмотрим на код. 22 секунды там. 22 секунды – это только тесты гонялись. А сколько он еще собирался и инсталлился. Вот. Зато это выглядит круто, когда у вас огромный стенд с кучей девайсов, там постоянно что-то происходит. В общем, это выглядит довольно эпично. Да-да-да. Вот. Что тут понаписано? Помните, да, там вот юни-тесты были такие маленькие и аккуратные. Здесь у нас все, конечно, совсем иначе. У нас вот есть метод before, в котором мы делаем всякие подготовительные действия. Сбрасываем лончер. Вот смотрите, да, вот мы уже начинаем работать с какими-то системными компонентами, называемый метод press home. Он не имеет отношения вообще к нашему приложению. То есть это эмуляция нажатия кнопки home пользователя. Вот. И UI автомат, он как раз вот такой. Он вот как будто пользователь не зашел в ваше приложение, а взял девайс в руку и начинает что-то делать. Затем мы запускаем наше приложение. И вот есть тоже интересный метод, метод wait. И здесь, и здесь. Это как раз ожидание того, когда у нас что-то произойдет. У нас есть вот там описанные некие условия. Вот until, has object и там пэккедж указан. Да, мы ждем там сначала лончер, потом ждем наше приложение, когда запустится. Зачастую это может длиться очень долго, а вообще иногда может никогда не закончиться. Тогда вот тест повисает и необходимо уже мануально вмешаться в него и либо остановить, либо процесс, либо там что-то сделать, перезапустить телефон. Собственно, сами тесты. Первый тест, он очень информативный. Мы проверяем, что у нас девайс вообще существует. Ну и дальше мы работаем с объектами, которые видим на экране. Вот есть методы find object. Они выполняют функцию поиска объектов по, в данном случае, по ресурсу, по ресурсу ID. и с этим у них какие-то значения. Как в любом тесте у нас есть assert, в любом хорошем тесте у нас есть assert, собственно, мы сохранили объект UI, в котором мы этот текст засетили и проверяем, что в этом тексте, в этом текст view, текст, который мы ожидаем из equal to. UI-автометр, конечно, сейчас чуть-чуть оброс всякими такими удобными методами, вот в частности вот из equal to, довольно удобная конструкция из статичных методов, читается, как будто написано просто по-английски, вполне связанный текст, в общем, довольно удобно. Вот, ну, в общем, идея понятна, да, мы берем наш вот объект девайса, находим какую-то view-шку, делаем какое-то действие, например, клик, далее, вот, метод wait, мы ждем, когда у нас появится текст, да, когда текст отрисуется на нашей кнопочке, и потом ассертим то, что мы, собственно, в этой view-шке хотим увидеть. В данном случае мы ассертим текст, а может быть, например, что поменялось visibility у какого-то элемента на экране, либо там, какой-то блок скрылся, что-то поменялось, цвет изменился и так далее. Давайте теперь посмотрим на Espresso тест. Вот у нас есть сервис activity, мы ее тестим с Espresso. Вот, бум и кода в 7 раз меньше. Можно его запустить, а мы, кстати, ничего не увидим, там, потому что сервис, да, а нет, activity. вот, все, тест уже, но мы, на самом деле, тут немного нечестно все это происходит, потому что у нас уже есть скешированный билд, и он не билдит, ой, не билдит заново приложение, а запускает уже из кэша, но, в общем, вот, Espresso тест, запустилось приложение, что-то нажали слишком быстро, что мы не успели ничего увидеть, но это произошло, потому что тест выполнился. И теперь синтаксис Espresso. Вот мы используем activity.test.true, определяем там наш сервис activity.class, в тесте мы на view с id таким вот, мы уже используем нормальные идентификаторы, не строковые какие-то, которые мы использовали в автоматере, а id, которые мы используем и в коде при написании непосредственно обращения к элементам view. perform.click, ну, читается тоже как будто обычный текст, довольно удобно, понятно и комфортно. Собственно, в Espresso есть assert-методы, в частности, вот метод check, присутствуют всякие матчеры, на самом деле это матчеры из JUnit, это hum-крест, по-моему, матчеры, но есть возможность матчить какие-то значения, которые вы видите на view, в частности, текст, там какие-то значения, состояние view, как мы уже говорили, есть поиск по id, есть поиск по вхождению какого-то свойства, интерфейс довольно простой, набор методов тоже довольно простой, писать тесты очень просто, вот три строчки, и мы запустили activity, смачили там что-то на ней, получили результат, и все, тест прошел почти как простой юнит-тест. И инструментейшн-тест. Этот тест, ну, юнит-тест, который использует activity, то есть мы здесь используем тоже test rule, и мы хотим взаимодействовать с text view на activity, и здесь вот как раз мы используем метод runOnUiThread для того, чтобы сделать findById на нашем, на нашей вьюшке и сверить там, достать, вот, вызвать какие-то тексты на ней и заассертить текст, который есть в этом текст view. Соответственно, если бы мы не сделали runOnUiThread, то у нас тест бы не прошел, потому что был бы illegal state exception, ну, при попытке обратиться к view из некорректного треда. Так, ну, да, тут все, наверное, все про тесты. Юнит-тест я вам уже показал. Вот, понятно, как работать с UI-тестами? Ну, на самом деле это надо проверить. Ну, то есть просто сесть, попробовать сделать и понять, что на самом деле это просто. То есть, ну, как бы, API простой, ничего сложного нет. Если писать вообще только юнит-тесты, то еще проще, по-моему. Да, единственное, вам придется только решить задачу, как изолировать весь код, который вы хотите, покрыть юнит-тестами от фреймворка, чтобы не зависеть от контекста. тут есть куча разных архитектурных подходов, как выстраивать вот именно архитектурно компоненты и изолировать их, делая их тестируемыми. Но это тема отдельной большой дискуссии. Но, тем не менее, такая возможность есть. То есть, вы покрываете тестами все какие-то функциональные классы, которые есть в вашем приложении, на контекстозависимые объекты и элементы вы делаете их максимально простыми. если говорить про view, то это там dump view. Она умеет только показать текст, поменять состояние и ничего больше. За всю логику отображения отвечает специальный объект, в котором нету контекста. То есть, он никак не зависит от Android-фреймворка и так далее. Он живет каким-то правилам, которые выражаются в рамках, в терминах простой Java, работают на простом Java и в общем используют обычные Java-объекты. Это позволит как раз покрыть простыми GM-юнит-тестами такие объекты и вообще обеспечить покрытие простыми GM-юнит-тестами максимально большое количество кода в вашем приложении. Вот на всякие вот эти вот краевые случаи, когда у вас какие-то платформ-специфик, вот эти сервисы, которые вы не можете покрыть, даже их можно спрятать за интерфейсом, в общем-то, протестить взаимодействие с этим интерфейсом, а работоспособность Android-сервиса будет принять на веру. Вы же не можете изменить его поведение в каком-то виде, просто если у него поменяется интерфейс, то тут, конечно, будет уже сложно с той точки зрения, что вам надо будет менять свой вот этот вот фасад или адаптер, который вы реализовали для работы с этим сервисом. тем не менее, возможность сделать, протестировать код юнит-тестами, она есть, и я считаю, что ей стоит пользоваться, потому что она значительно ускоряет вообще процесс написания тестов, значительно упрощает прогон этих тестов, и вообще все суперлегко, просто, и самое главное, быстро. прагматичный подход к написанию тестов, вы можете тестировать только свои какие-то бизнес-правила, какую-то бизнес-логику, которая является вот кор-функциональностью вашего приложения, то есть что-то связанное с UI, что-то связанное там с сервисами, это не то, чтобы можно не тестировать, можно не в первую очередь покрывать тестами, а какие-то критичные правила, какую-то особенную логику, которая есть в вашем приложении, ее, конечно, стоит покрыть тестами, чтобы выполнялся тот контракт, который, собственно, вы решаете в рамках вашего приложения, там, какие-то продуктовые фичи, что какие-то действия, какая-то логика, какие-то вычисления, они выполняются корректно, а то, как они отображаются, ну, тестеры руками посмотрят, или вы потестируете руками и найдете какие-то проблемы. Главное, что ваше ядро, оно работает корректно, и это можно проверить юнитестами. Вот. Вообще тестировать код хорошо, так что пишите тесты, и все будет у вас лучше, чем без них.